Объекты социальной инфраструктуры жилых микрорайонов должны находиться в шаговой доступности. Такую задачу руководитель Подмосковья поставил перед главами муниципалитетов. В микрорайоне 6-6А открылся филиал поликлиники номер 2. Теперь на посещение врача жители территории будут тратить гораздо меньше времени. При этом в одном месте смогут посетить нужного специалиста и сделать всю диагностику. По программе губернатора вложены очень большие деньги именно в поликлиническое звено, в оборудование, в открытие клиник и диагностических центров. Потому что основные услуги и основные вопросы здоровья жителей решаются в первичном звене. В тех условиях, в которых работает терапевт, кардиолог. И здесь мы видим открытие филиала именно узких специалистов, где представляется онкологическая служба, мы посмотрели, кардиологическая служба. И я надеюсь, что здесь будут еще дополнительные специалисты. Мы обсуждали офтальмолога и невролога по организации доступности этой помощи. И очень важно, что это сочетается еще и с аптечной сетью. Чтобы все было в одном месте, удобно, в шаговой доступности. И мы максимально будем стараться развивать сеть совместно с главой города о доступности шаговой поликлиник. Здесь филиал, там филиал. Чтобы выйдя из дома, можно было добраться ногами до той поликлиники, где находится тот врач, который на самом деле лечащий, решает основные вопросы здоровья. Просторное помещение лечебного учреждения, светлые кабинеты врачей. Уютные холлы здесь готовы в смену принимать до 250 пациентов. Основные направления работы филиала поликлиники – эндокринология, кардиология, неврология, отариноларингология, онкология. Кстати, здесь будут работать сразу три кабинета онколога. Очень важно, как сказал Дмитрий Сергеевич, что здесь откроется кабинет онколога. Это то направление, на котором ставит акцент наш губернатор Андреевич Воробьев. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что вовремя определить заболевание, вовремя поставить его под контроль, и дальше можно спокойно излечиться. Сегодняшняя медицина позволяет излечивать самые тяжелые заболевания. Я хочу поздравить всех медиков, которые будут работать в поликлинике, в филиале поликлиники. Пожелать успешной работы. Хочу попросить вас и поручить вам не только оказывать здесь качественную, профессиональную помощь, но и создать условия, атмосферу, доброты, теплоты, заботы. Потому что мы с вами знаем, зачастую это помогает больше, чем какие-либо лекарства. Открытие филиала существенно разгрузит вторую поликлинику, да и для жителей это более удобно. Микрорайон за последние годы существенно увеличился. Введены новые жилые объекты. Востребованность в медицинских услугах высокая. Это случилось именно в такой день яркий, солнечный, день 60-города Одинцова. То есть спасибо. Спасибо, спасибо и спасибо от мамочек, от деточек, от бабушек, которые здесь сидят. И вообще от родителей. Вообще от родителей. Огромное спасибо. Такие лечебные учреждения будут открываться и в дальнейшем. Объекты социальной инфраструктуры должны быть в шаговой доступности, по словам министра здравоохранения области. К этому будут стремиться и держать данный вопрос на контроле. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...